Субтитры сделал DimaTorzok 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 короче шевается нам хорошо а где мая находится у него интерес такой вот мамин тут рядом на улице даже так выход где отсюда ну блин простите меня ну правда я я знаете я почему то знал что так и будет потому что если меня на меня скажут что-то сжигать то я скорее всего там все сожгу потому что проблема заключая заключилась только в том что там цепная реакция пошла из сгорело все просто тупый зацепной реакции где она а вот она черт ходишь то тут прошу прощения госпожа госпожа мавин сама же сказала мне очень жаль что ты разочарована ты не веришь гильдию дорогуши я ни в кого не верю меня волнуют только причины и следствия сделана ли работа и сделаны ли она правильно тут нет со мной таких проблем не будет надеюсь я даю тебе важное задание у меня есть конкурент медоварня я хочу вывести ее из дела и еще я хочу знать как они смогли так быстро открыть медоварню и запустить производство с чего начать отправляйся в горцующую кобылу в байтране и найди маляя макия он быстро введет тебя в курс дела кто заведует медоварни хонинга один уволень по имени сабьер он уже несколько лет сидит у меня в печенках судя по твоим словам сабьер не просто конкурент ни дня не проходит чтобы я не жалела что позволила сабьерну зайти так далеко всего за пару лет он вывел на рынок эту мочу что зовет медом и срезал мои прибыли не пойму откуда у него взялись деньги чтобы так быстро раскрутиться всего-то делов избавиться от него почему именно сейчас пожар понести злотоцвет лишил меня запасов которые были необходимы моей медоварни сабьерн может воспользоваться моментом и захватить большую долю рынка меня это не устраивает как вышло что ты в хороших отношениях с гильдией воров семейство черный вереск всегда сотрудничала с гильдией наши связи в империи и скайриме прекрасно дополняют друг друга скажем прямо гильдия обязана своим выживанием моей семье не меньше чем своим собственным людям ну ладно пока повторюсь если до тебя сразу не дошло пошла нахер бишь меня так нам надо с ним поговорить но я что-то хочу вот это вот выполнить задание а у меня есть вообще этот она мне дала этот аметиста да аметист в розыске она мне дала то есть нам сейчас надо попасть в маркарт в маркарт можно тут он повозка возит туда ежедневно попадем в маркарт тогда сразу же подбросим вот этот аметист да и тогда направимся вайтран выполним задание мавин и тогда уже вернемся в рифтон и сдадим и то и другое задание и я у всех еще новую возьмем подвести да ну куда едем в маркарт в маркарт надеюсь что правильный сел подбросить подбросить со взломом наверняка со взломом кстати так и не могу понять что мне нужно сделать для того чтобы как-то а а просто прочитал это описание так я могу понять что мне нужно сделать для того чтобы а выполнить задание связанное с жизнью типа начните свою жизнь не очень понятно что это значит что нужно сделать но не знаю мне как-то пофигу просто это как бы одно лишнее задание у меня получается которое я не могу выполнить а может могу может я просто думаю говорю может возможно менда ой как лагает возможно мне просто нужно кем-то стать в этой жизни для того чтобы например там главой гильдии воров или как правда я кстати не знаю кем мы там станем но я очень сильно хочу получить конечно броню не соловину которую после гильдии воров дают а как она называется то вот там короче ассасин мерта что-то такое как-то он там если на русский переводить вот но вот в доедрическом это делать в доедрическом просто броня в доедрическом там обычно это адрическом сложно сделать а тут прямо сразу какую-то особую но она вот типа как раз для ассасина всяких воров и так далее слышь алё дядя и что это сейчас было какого стоять дальше мы разберемся да человек что-то орал про изгоев ладно все равно это не моё дело не знаю кто в голове нет вот ну кто-то что-то заорал об изгоях и все да твоя записка что это что то значит тебе что-нибудь известно нападений ну ладно чудо записка ой встретиться да уйди выпуга блин кто-то бесит конечно заговор изгоя встретиться с светилища таоса какое-то задание наткнулись как просто жить после такого вообще так ладно подождите мне нужно мне нужно подбросить аметист все а вот тут нету рядом и какое-то задание наткнулись просто вот рандомно вообще так куда куда подложить ну что вашего покрасить еще по-моему было бы неплохо подожди вдруг что то у него еще интересное есть да не ничего нет все сваливаем так теперь надо вернуться к вексу ну что то знаете что то по-моему мы во что то ввязались только что ладно давайте посмотрим так подброс обязательно оставим заговор изгоев подброс пока забьем а где сутилища таоса я не знаю это ее убили да 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 нет тебе нужна помощь просто пришел в город давайте обыщем ладно поможем парни все-таки вдруг что-то плохой говорят что никто не входит и не выходит какие-то звуки плохие по моему слева откуда-то темно еще и другая дверь что мать твою мать куда в гости разорви его плоть твою мать прости чувак да твоя награда ждет тебя смертный дальше вниз нельзя находить друзей знаете вот че я кстати взял вот знаете награда меня ждет какая награда че я сюда ядра связался только я так могу дальше почему ты меня выбрал почему я я просто шел выполнять задание очередной гильдии воров у него векс в метро по-моему по-моему сейчас мне подставить честно меня какая-нибудь бякова улез ого это что такое это это и вот это награда моя естественно нет это алтарь это алтарь люди будут приходить и приносить мне в жертву презренных сильные накажут слабых но даже у лордов даэдра есть враги жрец моей соперницы бэти осквернил мой алтарь теперь ты здесь и ты положишь этому конец ты хочешь замысить бэти есть нет я хочу подчинения хочу чтобы жрец который сделал это встал на колени и отдал мне свою душу он приходил проводить на моем алтаре грязные ритуалы поэти потом пропал но его поймали и пленили бросили гнить в темнице спаси его дай ему провести ритуал еще раз и когда он придет мы будем его ждать иди нахер нахер иди 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 Давай, эхи, это, пока. Да, ладно, пока, хорошо. Давай, это. Ну, созвоню, ладно? Нахер, нахер отсюда. Нахер. О-о-о-о. Какого хера вообще? Вот за что? Вот я... Почему? Сейчас ещё вот тут чё-то будет, да, наверняка? Светилище Таута. Ну, давайте, чё тут с изгойми. Так, до Эдры чё-то я пока не горю желанием помогать. Я думаю, он будет ждать, поэтому... Знаете, есть просто задания, которые по логике могут подождать, а которые, там, допустим, не могут ждать. Вот это не можешь ждать. Я не знаю, что втягиваю тебя в наши маркерские дела, но после того случая на рынке у меня совсем не осталось времени. Ты не из местных. У тебя бывалый вид. Ты подойдёшь. Что ты имеешь в виду? Тебе нужны ответы? Мне тоже, как и всем остальным жителям города. Человек впадает в безумие прямо на рыночной площади. Всем известно, что он из изгоев, а стража ничего не предпринимает, только убирает трупы. И ты хочешь узнать, что за этим кроется? Всё это продолжает уже много лет. И всё, что я сумел раскопать, это кровь и смерть. Мне нужна помощь. Прошу тебя, выясни, почему на ту женщину напали. Кто стоит за велином и изгоями? Я заплачу за любые сведения, что тебе удастся найти. Что ты знаешь о Маргарет? Кто такой велин, где он жил? Кто такие вообще изгои? Коренные жители предела, приверженцы старых традиций. Норды изгнали их из города. Ульфрик Буревестник и его люди. Это было лет 20 назад. Но почему-то они всё ещё здесь. И они убивают людей. Ты пыталась расследовать эти убийства? Да. Всё началось, когда я был ещё ребёнком. Мой отец владел одной из шахтов. Редкий случай, ведь Нордом он не был. Его убили. Стражники уверяли, что это просто дело рук безумца, но все знали, что убийца был из изгоев. С тех пор я и пытаюсь докопаться до правды. Поиски меня ни к чему не привели. А потом я женился, и скоро сам стану отцом. Я поклялся, что брошу свои поиски ради ребёнка. А призрак отца словно преследует меня. Спрашивает, за что? Ну я понял. Значит, нам нужно узнать о трёх людях. То есть расследование, да, провести надо будет сейчас. Ну что ж, мне это дело заинтересовало, кстати. Думаю, что Мавин подождёт. Да и Гизия, вообще. У Мавина есть ещё много своих дел других, а вот... Людям хочу помочь я всё-таки. Может, у меня и герой-сволочь полнейшая. Но, блин, как-то всё равно интересно всё же. Да нормально всё. Встаньте от меня. Стражи тут вообще бесполезны, по-моему. В этой, по-моему, в этом городе стражники совершенно ничего не делают. Все пытаются просто как-то облегчить свою себе работу. Ты знал Вейлина? Мне нужен ключ от комнаты Вейлина. Это важно, поверь мне. Нет, не чуточки не важно. Поверь мне. Я не прошу, если ты не понял. Тебе что, уши прочистить? Никакого ключа я не дам. Как тебе такой аргумент? Добро пожаловать в Муравейник. Что такое Муравейник? Если тебе не по карману другое жильё, ты направляешься сюда. Когда разработка в шахтах только начиналась, кому-то пришла в голову идея поставить тут кровати. Трудяги, больные, немощные. Мы все здесь. Значит, здесь живут только бедные да больные. Это верно. Добро пожаловать в Маркарт. Благодари богов, что можешь поселиться в другом месте. Ну, Маркарт, наверняка, очень дорогой город. Судя по тому, что это такое более... Чё у меня за здание стоит? Просто, судя по тому, что это такой, знаете, как бы древний город, знаете, как Италия получается так. Получается, что, типа, древний город, там дорого всё. Вот Вейлин. Так, дверь лучше закрыть. Так, что у него тут? Сундук. Записка для Вейлина. Что там? Так, это я вот это записка. Записка для... Для Вейлина. Вейлин, тебя избирали, чтобы ты вселил ужас в сердца нордов. Завтра отправляйся на рынок, ты поймёшь, что делать. Эн. А Вейлин это... Не понял, кто такой Вейлин. Вейлин это чувак, которого я, по-моему, убил, да? На этой площади. Так, узнать, кто такой Эн. Тебе здесь не понравилось. Никому не нравится. Мне, по-моему, и не нужно. Я так... Мимо проходил. Так, сейчас тогда надо ещё понять, кто... Ты суёшь нос не в своё дело. Ты кто такой? Пора преподать тебе урок. Чё? Кто тебя... Кто тебя послал? Кому-то не нравится, что ты задаёшь много вопросов. Ну давай, посмотрим, чего ты стоишь. Слышь, кинжалом? Да я тебя кулаками забью. Твою мать, тварь. Чё, застрял, да? Эх, плотнуть бы сейчас с доброго мёда. Сразу стало бы теплее. Кто его послал? Ага. Дружище, надо разобраться с одним шумным приезжим в городе. Не пус носатый попросил задать тому хорошую трёпку. Но потом я могу пропустить кружечку в таверне Серебряная Кровь. Вроде ничего сложного, дружкам. Так, мы узнали, кто это. Разознать о Непусе. Так. Почему меня все пытаются убить? Не, в Маркарте явно что-то не то происходит. Явно что-то не то происходит. Ну, явно. Видно же. Так, кто такой Непус? Мне очень интересно. Так, вот здесь вот сейчас Непуса можем встретить, да? Вот мне это интересно, кто это за счёт. Что такое? Здесь не останавливалась женщина по имени Маргарет. Лучшую комнату на целый месяц. Лучше не вспоминать о ней. В Маркарте о мёртвых стараются не говорить. А то несчастья не оберёшься. У тебя есть ключ от комнаты, Маргарет? Конечно. Но я тебе его не дам. Это же её комната. Я никому не расскажу, клянусь. Ага. Вы, искатели приключений, никогда не берёте чужого. И по ящикам не лазаете. Особенно в пустых комнатах. А ну, гони ключ. Ладно. Мне не нужны неприятности. Бери. Спасибо. Мне нужно на комнате. Чего бы пробрался тут. Ничего. Роза твоя синяя. Ты пошла. Так. Уже ничего нет. Это моё будет. Ой. Вот это вот вообще не хотел брать. Да. Нафиг. Дневник Маргарет. Так. Что там? Так. Встречаемся сегодня в... В-в-в-в. Не вижу я. Не вижу. Встречаемся сегодня в сокровищнице. Долго же они... Копи... Ка... Кони... Телились. Эти люди ведут себя так, будто владеют тут всем. Тонор Серебряная Кровь, младший брат. Но у руля явно именно он. Заключает. Все сделки принуждают местных землевладельцев продавать ему свои... На дело. Даже нанял эту юркую девчушку. Стоять на... У двери и отваживать всяких бузил, вроде меня. Генерал Тули уже начинает терять терпение. Но я все-таки выцарапаю контракт на шахту Сидне, чтобы мне провалиться. Если я позволю кучке сочувствующих братьям Бори владеть тюрьмой, где сидят самые отъявленные преступники предела. Они говорят, что никому не удастся сбежать. Почему? Действительно ли там все так надежно? Возможно, я поторопил истегаться с Тонором. В этом городе меня снуют за каждым углом, и я готова ручаться, что за мной следят. Теперь он знает, что такое Тонор. Знаете, вот я как бы отвечаю на свои вопросы, но после этого я только новое нахожу вопросы. Если не смогу чего-то достать для тебя, моя жена будет на меня гавкать, пока не достанет. Ладно. Ты, что это ты тут вынюхиваешь? Вопросы задаешь. Брось это дело. А то на своей шкуре узнаешь, что бывает с теми, кто мутит воду. И что? И что будет? Мне интересно. Пошел в жопу. Абону. Так, хорошо. Еще нам надо узнать, кто такой Тонор. И... И кто? И все? Да, ну... А, не пус еще. Значит что, давайте мы с вами пока на этом закончим. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok